Смотрите, вот просто для примера. Здесь продается три рая земли, один рай напоминаю 16 соток. Вот здесь, прямо на гольф-полях. Вот как раз мы стоим на вершине, вниз идут спуски. То есть здесь можно либо большие дома строить, либо нужно с архитектором поработать, чтобы внутри улицы делать заезды и строить маленькие дома. Вот вышли. Кстати, я думаю, что здесь даже, капец, с этого участка земли, наверное, даже со второго этажа будет видно море. Вон там. Я не знаю, мне кажется, что возможно, я его даже сейчас вижу. То есть здесь строят двухэтажные дома, хорошие, на хорошего клиента. Вон, куча гольфистов. Сейчас покажу, вот как раз через дорогу, вот построили, видно, что отельчик маленький. Ну, маленький бунгало построили, вон, куча машин запарковано. Вот люди уже в гольф приехали играть. То есть вот здесь вот, где идет дорожка, вот здесь заканчивается территория. Каждого дома. Вот с той дороги и вот сюда. Теперь, вышел, грубо говоря, вот здесь калитку сделал, какую-то, с любого дома, с любых вилл, и пошел гулять. Нету ни одного места в Паттайе такого, где можно просто с утра ходить и гулять. Поэтому если начинать строить какой-то небольшой поселок, просто смотреть, как это все работает, как это все продается, это идеальное место. Там построили, я не знаю, 12, там 9, 12, 15 домиков. И просто их продавать. Селс-поинты такие, я думаю, мне-то вам точно рассказывать не нужно и учить. Любого человека сюда привозишь, и он, нифига себе, что так в Паттайе круто бывает. К морю, наверное, километра сколько? Три, да? Здесь новая семерка сейчас запустилась. Шикарная трасса. Два километра к ней. Короче, здесь круто.